Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешу. Мы озвучиваем Новый Завет с толкованием Блаженного Филакта. Это наше издание. Три тома по 752 странице. Вот как он выглядит. И 240 иллюстраций. Здесь Гестава Даре и классика. Вот полоски здесь есть. Показать уже даже некогда. Ладно, от времени можешь показывать. Итак, зачитываем последнюю книгу, которая у нас уже насчитана. Номер 17. Иоанна 13, 31, 32. Когда Он вышел, Иисус сказал, Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его. Толкование. Блаженного Филакта. Убеждает их не сетовать, а лучше радоваться. Ибо страдания и доставления посредством бесчестия, чести, людям составляют славу Его. Что значит Бог прославил Сына в Себе? То, что прославит через самого Себя, не через другого, не через ангелов и архангелов, не через другую силу, но через самого Себя, ибо Он делал все для славы Сына. Вскоре прославит Его, то есть не замедлит, но прославит на самом кресте, потом через три дня воскресит Его, и через сорок дней не спошлет ученикам благодать Духа. Посмотрим еще и на цель всех слов. «Ныне прославился Сын Человеческий, то есть Я, учащий, совершающий чудеса, и слава не останавливалась на Мне. Но восходила к Богу и Отцу, а как моя слава становится славой Отца, то не сетуйте, ибо Отец опять прославит Меня, чтобы Ему прославиться, ибо Я славы не присвояю Себе, и не к Нему ли она восходит? Да, слава у нас общая». Иоанна 13, 33, 35. «Дети, недолго уже быть мне с вами, будете искать Меня, и, как сказал Я иудеям, что куда Я иду, Вы не можете прийти, так и Вам говорю теперь. Заповедь новую даю Вам. Да любите друг друга, как Я возлюбил Вас, так и Вы да любите друг друга, потому узнают все, что Вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Волкование. «Так как они вскоре подвергнутся бедствиям, то Господь предсказывает им об этом, чтобы они помнили о бедствиях и приготовились к ним». Словами «Куда Я иду», Господь показывает, что смерть Его есть переход и представление в лучшее место, куда не принимается тело тленное. «Иудеям говорил, будете искать Меня, и куда Я иду, туда Вы не можете прийти» Иоанна 7, 36. «С тем, чтобы навести на них страх, а ученикам, говорит, для того, чтобы воспламенить в них любовь. Ибо когда мы видим, что кто-нибудь из наших друзей удаляется, мы обыкновенно воспламеняемся горячей к нему любовью, особенно, если Он отъезжает туда, куда нам прийти невозможно. Итак, говорит это им, чтобы воспламенить в них любовь. Посему и прибавил дети, чтобы не подумали, что Он сказал им это от такого же расположения, от какого иудея, но от любви. Иудеи искали Господа, когда город их был взят, и отовсюду несся на них гнев Божий, как и Иосиф свидетельствует, что это последовало с ними за умиршлением Иисуса. Ученики же искали, когда бегали или другую скорбь испытывали. Он утешает их, говоря, «Не печальтесь, я даю вам сильного стража, любовь. Если будете ее иметь, то, подкрепляемые друг другом, будете непобедимы». Потом Иной мог спросить, «Господи, почему Ты выдаешь любовь за новую заповедь, когда мы знаем, что любовь заповедана и в Ветхом Завете?» Прибавляет, «Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». «Как, — говорит, — я возлюбил вас, даром, без предварительных заслуг, даже и тогда, как естество человеческое было во вражде с Богом и разлучении, я, однако же, принял он и на себя и осветил. Так и вы любите друг друга даром. А если брат оскорбит тебя, то ты не помни этого». Видишь ли, новая заповедь состоит в том, чтобы любить ближнего даром, хотя бы и ничем не были ему должны. А закон говорил, «Возлюби друга твоего, повелевая любовью, как бы уплачивая долг ближнему, начавшему любить прежде». Показывая же, что они, по отшествию его, не будут уничижены, но сделаются славными, говорит, «Потому узнают все». Видишь ли, объявляет, что они сделаются известными у всех, и этим немало утешает их. Умалчивая о чудесах, которые они будут совершать, отличительным их признаком поставляет любовь. «Ибо многие из творивших чудеса услышат «Я не знаю вас»» Матфея 7,23. «Если и вся вселенная чудесами была приведена к вере, что удивительного? «Потому и была у них сила творить чудеса, что была у них любовь. А если бы они отстали и отделились друг от друга, то у них погибло бы все, и никто не поверил бы, когда бы они не иствовали друг против друга, тогда как более чудо делало их достойными веры то, что у верующих одно сердце и одна душа». Деяние 4,32. Иоанна 13,36-38. Симон Петр сказал ему, «Господи, куда ты идешь?» И Иисус отвечал ему, «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему, «Господи, почему я не могу идти за тобой и теперь? Я душу мою положу за тебя». И Иисус отвечал ему, «Душу твою за меня положишь?» «Истинно, истинно, говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Толкование. Петр от великой горячности, сделавшись дерзновенным, когда услышал, что Господь говорит, «Куда я иду, туда вы не можете идти», спрашивает, «Куда ты идешь?» Он как бы так говорит Христу, «Что это за путь, которым я не могу идти?» Спрашивает об этом, не столько желая узнать, куда он идет, сколько выражая прикровенно ту мысль, что хотя бы ты пошел путем труднейшим из всех, я и тогда последую за тобой. Так он любил всегда быть вместе с Христом. Посему и Христос отвечает на мысль Петра, «Не можешь ты ныне последовать за мною, а впоследствии пойдешь за мною». Но Петр так неудержим в стремлении, что и Христу противоречит, недовольствуется тем, что получил добрую надежду пойти за Христом в последствии, но настаивает на своем и самоуверенно говорит, «Почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу свою положу за тебя». Смотри, какая сила желания! Петр слышал, как Господь говорил, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна 15.13 Посему и сам стремится к этой степени и желает достигнуть самой высшей любви, почему и обещает положить за Господа душу свою. Он лишает его помощи свыше и доводит до познания своей немощи. Ибо если ты любишь, то должен покоряться тому, кого любишь. Я сказал, что ты не можешь, а ты противоречишь. Из отречения ты ясно узнаешь, что не может не сбыться то, что я говорю. Посему, щадя его, попустил ему пасть, для того, чтобы он не подвергся этому и впоследствии, когда примет домостроительство, вселенной, но познал бы самого себя. И смотри, как он пал, не однажды, а трижды. Так оставление от Бога обличает наше бессилие. И кто внимателен, тот находит в этом величайшее благодеяние. Иоанна 14.1 «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте». Толкование. Когда апостолы услышали о Верховном Петре, что он отречется, естественно, на них напало смущение. «Посему Господь утешает их и утешает смущение сердца. Ибо если Верховный и Пламенный Петр отречется трижды, прежде чем пропоет петух, очевидно, они должны ожидать какого-то великого обстоятельства». Потом ученики как бы сказали, «Как же нам не смутиться, когда наступят для нас такие затруднения?» Он отвечает, «Веруйте в Бога, и в Меня веруйте, и все ваши затруднения разрешатся, и смущение утишится через веру в Бога и в Меня». Иоанна 14, 2, 3. «В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Толкование. «Под домом разумей власть и начальство. Если же бы не было обителей, то я пошел бы и приготовил бы вам, так что вам не должно смущаться в том и другом случае, готовы или не готовы обители. Ибо если бы они не были готовы, я со всем усердием приготовил бы их для вас. Если бы для приготовления вам место я и отошел, то в этом случае я не оставил бы вас, но взял бы с собою, чтобы и вы были там же, где я». Иоанна 14, 4, 6. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем узнать путь?» Иисус сказал ему, «Я есть им путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Толкование. «Господь видит, что у них на мысли. Спросить и узнать, куда Он идет». Посему дает им повод спросить об этом. «Вы, — говорит, — знаете, куда я иду, и путь знаете, и тем приводит их к вопросу». Фома говорит, это от большого страха, а не от желания следовать за Господом, как Петр. «Посему Христос, желая показать, что следовать за Ним удобно для них и приятно, объявляет, куда Он идет и какой путь. Идет Он к Отцу, а путь есть Сам Он, Христос. Если путь есть Я, то вы через Меня без сомнения взойдете к Отцу. Я не только путь, но и истина. Посему вам нужно быть бодрыми, потому что Мною не будете обмануты. Я ищу и жизнь. Посему, если и умрете, смерть не воспрепятствует вам прийти к Отцу. У Отца и Сына равна сила, ибо и действие едино. Итак, когда ты идешь деятельностью, тогда Христос бывает для тебя путем, а когда упражняешься в созерцании, Он бывает для тебя истинным. Но как многие, шествуя деятельностью и занимаясь созерцанием, все-таки не получили жизни, или потому что, совершая добродетель, ищи славе, здесь получили награду, или потому что в догматических учениях уклонились от права... В мнениях, не учениях. В мнениях уклонились от права пути, то к пути и истине, то есть к деятельности и созерцанию, присоединена жизнь. Посему и нам должно шествовать и богословствовать, стремясь к живущей вовек, о негибнущей славе от людей. Иоанна 14,7 «Если бы вы знали меня, то познали бы и отца моего, и отныне знаете его, и видели его...» толкование. Выше сказал, что вы знаете, куда я иду. Знаете и путь сей, то есть меня. А здесь говорит, что если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. Как же это? В словах его нет противоречия. Ибо они знали отца, но не так, как следовало. Знали как Бога, но как отца еще не знали. Уже впоследствии дух, не зашедший на них, сообщил им совершенное познание. Итак, слова его имеют такой смысл. Если бы вы знали мое существо и достоинство, то знали бы также существо и достоинство и отца. И отныне вы начали познавать его через мое посредство и видели его. То есть познали умом вашим, насколько возможно. Так как вы признаете меня Господом и Учителем, то без сомнения, а мне, насколько для вас достижимо, получили познание достаточное и об отце, ибо совершенного еще не получили. Иоанна 14, 8, 9. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам отца и довольна для нас. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Толкование. Филипп думал, что он хорошо знает Христа, но не знает отца. Посему и сказал, покажи нам отца, и довольна для нас. Ты покажи его нам, телесным глазам нашим. Филипп слышал, что пророки видели Бога, и сам пожелал видеть его так же телесно, не зная, что видения пророков были с нисхождением. Итак, научая Филиппа, что Бога нельзя видеть телесно, Христос говорит, столько времени я с вами, и ты еще не познал меня, Филипп. Не сказал, не видел, но ты, но не познал. Для того, чтобы отвести Филиппа от земного помысла, от желания видеть отца телесно. Ибо о Боге говорится знать, а не телесно видеть. Потом прибавляет, видевший меня, видел отца. Слова имеют такой смысл. Филипп, ты желаешь видеть отца телесным глазом, и думаешь, что меня ты уже видел? А я тебе говорю, что если бы ты видел меня, то видел бы и его. А как его ты ныне не видел, то не видел и меня. Как должно смотреть на меня? Ты видел меня телесно, так как я имею и тело, но божественного существа ты не видел. Посему ты не можешь видеть телесно и существо отца. Ни меня, ни отца невозможно видеть телесно. Ибо видевший меня видел и отца. Впрочем, многие думают, что видят меня, а отца не видят. Посему, меня они видят не по божескому естеству, но по человеческому. Можешь и яснее понимать так. Я единосущен отцу. Итак, кто меня видел, то есть познал, тот познал отца. Ибо, когда одно существо и естество, тогда одно и познание. Да постыдится Арий, слыша, что видевший сына, то есть познавший божество сына, познал отца, то есть божество отца. Да постыдится и Савелий, который говорит, одно существо и одно лицо отца и сына. Ибо вот Господь различает ипостаси, и иное лицо показывает в отце, и иное в сыне. Ибо в словах «видевший меня» указывает на свое лицо. Потом в словах «видел отца» на другое лицо. Если же бы он и отец было одно лицо, то ничего такового он не сказал бы, но на просьбу Филиппа «покажи нам отца» ответил бы, что у меня нет отца, но я есть отец и сын. И было бы крайне неразумно слышать, как сын говорит «иду к отцу моему, и я в отце», и многое тому подобное, и не понимать, что иное лицо сына и иное отца. Не сливать их. Посему-то Господь упрекает этого ученика, что он столько времени следует за ним, видел знамения и дела божества, но еще не познал его как Бога, чтобы через него познать и отца. Ныне же, говорит, из того, что ты желаешь видеть отца телесно, открывается, что ты не веруешь не тому, что я Бог, не тому, что он Бог. Иоанна 14, 10, 11 Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые я говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Толкование Сын в отце, так как является в его существе, и опять отец в существе сына, подобно как царь, является в образе своем и образ в царе. Ибо одни черты образа у царя. А что мое и отче существо одно, это ясно. Ибо слова, которые говорю я, говорю не от себя. То есть говорю их не иначе, но как сказал бы отец, так и я говорю. Потому что я не имею у себя ничего особенного, отдельного от отца. Но все общее. Ибо одно существо, хотя лица разные. Но отцу принадлежат не только слова, которые говорю я, но и дела. Дела божественные. Если же дела Божии, а отец и я Бог, следовательно, дела одного существа. Так что если я делаю, отец делает. Если отец делает, я делаю. Верьте, что я в отце, и отец во мне. То есть вам, которые слышите об отце и сыне, не следует искать никакого другого доказательства на их сродство по существу. Если же этого вам недостаточно для доказательства, единосущего и единочестия, и того, что отец является в моем существе, и я в существе отца, то, по крайней мере, по делам верьте мне. Ибо дела Божии. Иоанна 14, 12, 14. Истина. Истина говорю вам. Верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду. И если чего попросите у отца во имя мое, то сделаю. Да прославится отец в сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Полкование. Не говорит, я могу творить дела и больше сих, но, что гораздо удивительнее, могу и другим дать власть творить дела больше сих. Видишь ли, сколь велика сила единородного. Здесь показывает нам способ учудотворения. Всякий может творить чудеса через прошение и молитву, и призывание его имени. Так и апостолы сказали хромому. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Деяние 3, 6. Посему не сказал, о чем не попросите, и я умолю отца и сделает. Но я сделаю, показывая собственную свою власть. Именем Господа нашего Иисуса Христа совершались чудеса. По чудесам веровали проповеди апостолов. Наконец, переходя к богопознанию, познавали отца, и таким образом он прославлялся в сыне. Дважды, говорит, это для того, чтобы утвердить свое слово и показать, что он творит сам и не нуждается в сторонней силе. Хотя я и умру, но нисколько не являясь бессильным. Напротив, и других обликуй силой творить дела большие. Больше. И чего не пожелаете, дам вам. Итак, не падайте духом из-за того, что смерть моя такая, на какую я вам указал. Иоанна 14, 15, 17. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает, и в вас будет». Толкование. Слыша, что будут им оставлены, они, естественно, могли опечалиться и смутиться душами. Он говорит, «Любовь ко мне состоит не в том, чтобы опечалиться и смущаться, но повиноваться моим словам. Я дал вам заповедь не бояться убивающих тела». Матфея 10, 28. «Если вы любите меня, то соблюдите ее и уже не скорбите из-за моей смерти, ибо я попрошу, то есть умолю Отца, и Он пошлет вам иного утешителя, иного, но такого же, как меня». Да постыдится сих слов Савелий, который говорит, что одно лицо Отца и Сына и Святого Духа. Ибо вот, слушай, пошлет иного утешителя, значит, лицо Духа иное. Да постыдится Македоний, который говорит, что Дух иного существа и ниже Сына. «Ибо слушай, и Дух есть утешитель, подобно как и Сын». Итак, Дух есть утешитель, подобно как и Сын. Дух, единосущный Сыну, без сомнения, единосущен и Отцу. «Ибо Отец и Сын одного и того же существа». Не удивляйся, если Он говорит, «Я умолю Отца», ибо Он не просит, как раб, но для того, чтобы уверить учеников, что к ним непременно придет Дух и утешитель, снисходит к ним и говорит, «Я умолю Отца». Ибо если бы Он сказал, «Я пошлю», то они не столько поверили бы, а теперь, чтобы сделать свое слово достовернее, говорит, «Я умолю Отца». То есть, если будет нужно и просить, и молить, то Я всячески постараюсь о том, чтобы Дух пришел к вам. Это поводоно тому, как и мы нередко говорим, «Я жизнь свою положу, чтобы случилось то и то». Хотя часто дело не требует большого старания, однако же мы говорим таким образом, желая показать, что не откажемся от страдания. Иначе, так как Господь за нас Сам себя принес в жертву Отцу, умилостивив Его своей смертью, как первосвященник, и затем по истреблению греха и прекращению вражды пришел к нам Дух, посему-то Он говорит, «Я умолю Отца и даст вам утешителя». То есть, «Я умилостивлю за вас Отца и примирю Его с вами, враждебными Ему по причине греха. И Он, умилостивленный Моей смертью за вас и примиренный с вами, пошлет вам Духа, да пребудет с вами вовек». Сказал это также в утешении их. «Пришествие Его не таково, как Мое, оно не на время только, но продолжится до века. Он не оставит вас и по смерти вашей, но пребудет с вами и прославит вас. Он и со всеми святыми всегда пребывает, даже и по смерти их, тем более, что они тогда еще более возвышаются над плотскими страстями». Дух истины. Говорит, что есть Дух не Ветхого Завета, ибо Он образ и тень, а Нового, который есть истина. «Имели Духа и те, кои жили под законом, но имели в образе и тенях, а ныне, можно сказать, истина сама существенно снизошла к ученикам. А чтобы не подумали, что и Дух, подобно Ему, воплотится, говорит, что мир не может принять Его. Он говорит, будет учить вас не так, как Я, ибо мир не может принять Его телесно. Он будет обитать в самых душах ваших. Иначе, не может принять Его мир, то есть люди порочные и мудрствующие мирское, потому что они видят Его, то есть потому, что существо Его необъятно. Ибо под видением, разумеет здесь созерцание умом, почему и прибавил, и не знают Его. Очевидно, словом «не видит», он выразил то, что не знает. Итак, он утешает апостолов, когда говорит, что мир не может принять Его, а вам подастся этот превосходный дар и прибудет с вами, и что еще более, прибудет в вас. Ибо словом «с вами» указывает на внешнюю помощь от близости, а в вас на внутреннее обитание и укрепление. Это же показывает, что он есть Бог, ибо Бог говорит «селюся вас и буду ходить» Левитом 26, 12. Итак, мир не может принять Духа, потому что они знают Его, а вы знаете Его. Почему? Потому что вы не от мира. Потому-то вы способны принять Его, и Он ныне пребывает с вами, и всегда будет в вас. Иоанна 14, 18, 20. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня. А вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Толкование. «Так как в начале речи назвал их детьми, то теперь прилично, говорит, не оставлю вас сиротами. А что бы они ни думали, будто Он по-прежнему им и всем явится с телом, говорит, мир уже не увидит Меня. Вы только одни увидите Меня по воскресении. «Ибо Я живу, хотя Я и приму смерть, но Я воскресну, и вы будете жить. То есть, увидевши Меня, возрадуйтесь, и как бы после смерти оживете от Моего явления». Или так. «Как Моя смерть послужила к жизни, так и вы, хотя умрете, оживете. Итак, не скорбите небом неумирающим, не сами себе, ибо если и умрете, оживете в будущую жизнь. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, то есть, когда Я воскресну, тогда вы узнаете, что Я не отделен от Отца, но имея одну и ту же силу. И вы во Мне, то есть, хранимы Мною, и Я вас, то есть, Я с вами, избавлю вас от скорбей, совершая через вас чудеса, вообще прославляя вас через все. И иначе. Я в вас, как глава в членах, ибо апостолы, члены Христовы, 1 Корифф. 3.23, и вы во Мне, как члены в главе. Когда Он воскрес, тогда Он уяснил им познание обо всем этом, ибо по воскресении благодать Духа научила их всему. Отец послал Сына в том смысле, что Он, будучи бестелесен, воплотился, родившись от Девы. Иоанна 14.21.22 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам. Иуда, не искариот, говорит Ему, Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? Толкование. Либит Его не тот, кто печалит со смерти Его, каковую печаль и они испытывают, но тот, кто соблюдает Его заповеди и завещания о том, чтобы не привязываться к настоящей жизни, но за Бога и за добро полагать жизнь. Он говорит им как бы так, вы думаете, что из любви скорбите Мои смерти, а Я, напротив, признак любви поставляю в том, чтобы вы не скорбели. Итак, кто любит Меня, тот имеет заповеди Мои и не только имеет, но и соблюдает их, чтобы не пришел вор, дьявол и не похитил это сокровище, ибо нужна тщательная осторожность, чтобы не потерять их. Какую же награду получит тот, кто любит Меня? Он возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему сам. Для чего это сказал, явлюсь Ему сам? Так как по воскресенье Он имел явиться им в теле, в боговидном, то, чтобы не приняли Его за духа и призрак, Он и предсказывает им об этом. Дабы, увидев Его тогда, не оставались в неверии, но вспомнили, что Он предсказывал им это, и что Он является им за соблюдение заповеди Его. Дабы и всегда старались соблюдать Оны, чтобы и Он всегда являлся им. Тайна воскресенья велика, и с трудом бы не приняли ее, посему Он приготовляет их, говоря, что явится им Сам. Ибо по воскресенье Он их кушал для того, чтобы не подшли Его за призрак. Какова мысль была теперь у Иуды? Упоминаемый ныне Иуда подумал, что как мертвых мы видим во сне. Так и Он явится им, посему и говорит, Господи, что это, что Ты хочешь сявить Себя нам, а не миру? Говорит этого сильного изумления и ужаса. Говорит как бы так, увы нам, Ты умираешь и хочешь явиться нам во сне, как и мертвый является. Ибо что это, слова испуганного и встревоженного? Все. Говорит. Говорит. Говорит.